Доклад мой называется «Психосоматические аспекты сапонодиабета второго типа». Из патоморфоза психопатологии эндокринных заболеваний, которые наши праотцы ещё в прошлом веке рассматривали как эндокринный психический синдром, обозначающий, что психические расстройства встречаются при эндокринных заболеваниях и имеют общие закономерности развития психических нарушений при эндокринных заболеваниях, которые сводятся к определённой смене синдрома в течение заболевания. Психические расстройства рассматривались как основная особенность эндокринной патологии. И на современном уровне вот этот единый механизм мы уже видим в виде функциональных гормональных нарушений с общим патогенезом в развитии несистемных воспалительных аутоиммунных процессов энергии клеток, развивающих потенциальных субклинических стадий гормональных нарушений, дисгликемии, в срывах аутотолерантности при аутоиммунных процессах и сумма-то реактивно обостряется при развитии эндокринных заболеваний, усугубляясь клиническими проявлениями эндокринопатии. Кроме того, психопатология может сохраняться и при компенсации эндокринного заболевания, то есть адаптационные ресурсы и стрессоустойчивость истощены и требуют лечения со стороны психики восстановления. Значит, структура современных психоэндокринных синдромов включает в себя преобладание легких проявлений депрессивных тревожных расстройств, в которых характеризуется апатия, астемия, если это расстройство личности тоже эффективного тревожного регистра, и растет распространенность расстройств приема пищи по типу переедания у больных с ахтомным диабетом второго типа. Из основных психосоматических расстройств всем известна мазогения, то есть это психогенная реакция, а также развитие, которое формируется в процессе выявления хронического эндокринного заболевания, то есть это первичная реакция пациента на выявление диабета. Чаще всего встречаются тревожные депрессивные реакции с фаминией, гипогликемией, если это больные с сахарным диабетом второго типа на инсулинотерапии, они часто путают с паническими атаками и могут их заедать, и тем больше усиливать гиперфагию, увеличение веса. При хроническом уже течении сахарного диабета второго типа распространены диссоциативные реакции с явлениями технического инфантилизма при развитии тяжелых диабетических осложнений, когда при выявлении диабетической стопы, ретинопатии, пациенты сначала расстраиваются, плачут, но при компенсации углеводного обмена продолжают нарушать контроль и не следить, так сказать, за питанием. В тяжелых случаях мы видим шизофренические реакции отказа на принятие психиатрического диагноза, значение психоарнотерапевтического лечения, но это чаще более тяжелым степенями ожирения. Также очень известная тема – сочетание хронических болевых самутоформных невротических расстройств и болевой формы диабетической боли неропатии. Это выраженные психологии, взаимно имплицирующиеся, то есть усиливающие друг друга. Но для невротических психологий характерное разнообразие этих мышечных проявлений, они несимметричны, мигрируют, могут приходить на тело и иметь очень тягостный, тяжелый характер и сохраняться при компенсации углеводного обмена. Итак, общий механизм патогенеза. Как всем известно, растет распространенность пандемии неинфекционных, депрессивных расстройств, ожирения, диабета второго типа. Здесь очень важно уделить внимание психосоматическим соотношениям, которые включают в себя расстройства приема пищи по типу переедания. Схематично выглядит так. На фоне психоциальных стрессов, это генетической уязвимости, возникает истощение адаптационных ресурсов, снижение стрессоустойчивости, дисфункция гипофизарной системы, и психические расстройства с расстройством приема пищи по типу переедания, гиперкортизолимия, гиперэндрогения, дискликемия. Все это психосоматическими соотношениями друг к другу усугубляет ожирение, психические расстройства, нарастает на увеличение массы тела инсулинорезистентность, несистемное воспаление, аутоиммунные процессы. И в итоге мы имеем сахарный диабет второго типа, который увеличивает риск развития хронических осложнений и преждевременной инвалидизации. Чтобы сконцентрировать внимание на психосоматике, то ожирение, которое тесно связано со стрессами и психопатологией, которые включают в себя расстройство приема пищи, мы обозначаем психогенное ожирение. И таким образом, так сказать, логично можно предположить, называть вариант сахарного диабета второго типа как психосоматический вариант. Как известно всем диабетологам, каждые 7 секунд в России регистрируется больной сахарного диабета второго типа. Это по данным академика Марина Владимировна Шостаковой. И, так сказать, чтобы выявить, какой же примерно распространенность психосоматического варианта сахарного диабета второго типа, то посмотрим обратную, так сказать, динамику. Психогенное ожирение от 44 до 70% на фоне ожирения вследствие расстройств приема пищи. И таким образом, вот этот психогенный вариант сахарного диабета второго типа, который развивается вследствие расстройств приема пищи по типу переедания, да, так сказать, эндокринное заболевание, которое провоцируется или обусловлено психопатологией, имеет большую, так сказать, распространенность. Психогенное ожирение обусловлено расстройством приема пищи по типу переедания включает синдромальную, зоологическую дифференциацию с разной степенью тяжестью, которую мы быстро рассмотрим. Почему расстройства приема пищи так сложны для лечения? Да, вот здесь представлено на слайде определение расстройств приема пищи, да, который включает аффективное нарушение, нарушение восприятия, сенсорное нарушение, демиантные, аддиктивные, когнитивные. Поэтому это очень сложный такой гидрогенный симптомокомплекс, который надо обязательно весь охватить, чтобы помочь нашим пациентам. То, что Фадима Каджимратовна говорила, что все мои роды мы с детства, да, тут с детства эпигенетика, да, типа воспитания, приема пищи, начиная от элементарного. Элементарное – это неприученные к кратности и порционности, да, до нарушений стереотипа приема пищи с детства, да, то есть здесь и приучение к употреблению больших объемов пищи в режиме обыденности, то есть пациенты не понимают, что такое нормальная порция. Либо еда ассоциируется с эмоциональными состояниями, либо как награда, да, либо как успокоение, когда ребенок плачет, там будут на конфетку возьми успокоиться. Более тяжелые дефекты воспитания – это даблбайн, двойной посыл, критика парадоксальность посылов нарушает понимание происходящего ребенка с избыточным весом, перекармливая и тут же сопровождает необходимости похудеть. Или восхищение, так сказать, полным телом с осуждением нормального тела в нормальном виде. Также очень тяжелые дефекты воспитания с моральным абьюзом, это жесткое авторитарное воспитание с подавлением личности, тут и насильственное кормление, пищевой абьюз, и деформируется развивающаяся личность по типу зависимой. Синдромальная классификация расстройств приема пищи по типу переедания включает всего 6 синдромов – стрессогенное переедание, компульсивное, гидроническое, перманентное, вечернее, ночное. Если у пациента встречается два и более вида переедания, мы это рассматриваем как полисиндромальное, и в ряде случаев встречается пансиндромальное, когда у одного пациента все 6 видов синдромов переедания. Психогенное переедание коротко характеризуется тем, что необходимо поднять стрессоустойчивость, чтобы были ресурсы для выработки адаптивной реакции на стрессы. Гидронический синдром характеризуется тем, что указывает на то, что в структуре депрессивного расстройства есть ангидония, то есть надо налечить ее. Компульсивное переедание указывает на дебют расстройств приема пищи в подростковом возрасте, во взрослом возрасте трансформируется в компульсивный компонент к другим видам переедания – стрессогенное, вечернее, гидроническое. Перманентное переедание указывает на детский дебют, во взрослом возрасте перезонывание пищи успокаивает, все время хочется жевать. Вечерняя еда связана с нарушением частоты приема пищи, с утра пропуски пищи, и вплоть до того, что один раз в сутки принимается еда вечером, естественно, больших объемов, носит релаксирующий, так сказать, характер и ритуал общения с семьей, и если нарушение сна, то хочется поесть, чтобы быстрее уснуть. Ночная еда – это вот с нарушениями сна, с пробуждениями, приемами пищи среди ночи, не всегда пациенты помнят эти эпизоды. Надо сказать, что расстройство приема пищи по типу переедания встречается редко как самостоятельные психологические образования, в основном представлено облигатными проявлениями в структуре основных ядерных психических расстройств. Здесь вся основная психопатология – депрессивные, тревожно-фобические неврозы, апсисинно-компульсивные, самотофорные, расстройства личности 35% связанных с другими зависимостями, дипсомония, алкоголизм, тропоголизм, арбитмония, граммания, шопингомания. Чаще всего мы не будем останавливаться на всех проявлениях, скажем только о депрессивных расстройствах. Чаще всего более 70% расстройств приема пищи встречаются при депрессивных расстройствах, они маскируют депрессии. Пациенты не всегда осознают, что у них депрессия, но если им нет желания, сил приготовить с утра-завтра, только быстрее собраться и бежать на работу, нет желания что-либо делать, то вот это, как они говорят, лень, это будет аппатия. Или если нечем заняться, хочется поесть, это тоже аппатия. И говорит о витальных срывах адаптационных ресурсов требуется лечения высокопатентными антидепрессантами. Провокационные дебюты развития или экзотерпации расстройств приема пищи – это детский, подростковый возраст, стрессовые ситуации, не просто стрессы, а именно когда выбор происходит в ущерб себе, то есть уже невротический конфликт психологических заложников. Если это все не лечит, невротические развития переходят. И возрастной крейс менопаузы – возрастной гипогонодизм. Психопатология представлена в четырех основных группах. Чаще всего встречается у больных с аппетом диабетом второго типа – фитальный дебют с перманентным перееданием и менопаузальный возрастной гипоандроген с полисиндромальным перееданием. Фитальный дебют характеризуется первыми двумя социальными взрослыми кризисами 3-5 лет и 6-7 лет. Тут перманентное переедание. И эта группа, она самая рисковая по развитию морбидного ожирения. Как вы все знаете, сейчас молодеет группа и детский диабет второго типа на ожирение. И вот, так сказать, это у нас такая самая больная фитальная группа. Здесь хронические депрессивные расстройства и с дефектами воспитания в семье. И вот это формирование расстройства личности зависимого типа держится тем, что во взрослом возрасте наши пациенты с диабетом второго типа перекладывают ответственность за свое здоровье на родных, врачей, их низкая комплоентность к диабету второго типа и трудность формирования включенности в лечебный процесс. У женщин часто дисгармоничны со зависимым отношением. Мужчины перекладывают ответственность за свое здоровье. Они приходят на прием с женами, которые контролируют их лечение и отвечают на вопросы врача. Чаще всего у них отсутствует осознание наличия вообще, что вот они больны. И, так сказать, вот такое их поведение мы относим к ауто-деструктивному. Тревожно развитие личности, так сказать, с искаженным восприятием образа тела при ожирении с ахмодиабетом второго типа они стесняются, могут не ходить и на работу, и на праздники, то есть их, так сказать, посещать групповые занятия фитнеса, публичные мероприятия. И таким образом усугубляется техническое расстройство, и они уходят в болезни, в саморазрушающие. Обратная сторона – это демонстративное развитие личности с искажением восприятия образа тела, когда демонстративно-позитивное восприятие тела, они уверены в себе, так сказать, и не понимают, зачем им психиатр, они любят вкусно покушать, и, так сказать, у них проблемы начинаются как основные со здоровьем в косменно-поузальный период. И вот этот второй кризис по чистоте развития дебюта, вот, так сказать, здесь как раз и происходит вот эта, так сказать, проблема тех женщин, которые уверены в себе и лишний вес не воспринимают как проблема. У них в косменно-поузальный период начинает разрушаться здоровье, и все врачи говорят одну и ту же фразу, что необходимо худеть, и для них это ассоциируется с потерей красоты и внешней привлекательности, да, надо еще вот их тоже, так сказать, адаптировать всеми врачами в здоровое, как бы здоровый стиль питания и жизни. Значит, у мужчин здесь самотофорные расстройства, то есть они заедают различные боли, и здесь необходимо как бы и внутрисемейные супружеские отношения корректировать. Что касается лечения, так сказать, необходимо формировать положительный настрой на принятие психиатрической, психотерапевтической помощи и формировать у наших пациентов осознанное отношение, что вот это, так сказать, переедание, это как пищевой невроз, а невроз лечится вот врачами-психиатрами, психотерапевтами, так сказать, и мы сразу говорим, не обманываем никого, что лечение длительное. Сначала идёт купирование психотерапевтических синдромов и восстановление сна, да, и восстановление стрессоустойчивости, это где-то 3-6 месяцев, а второй этап восстановительный где-то больше года пьём для того, чтобы были силы на, вот, так сказать, возвращение в здоровый стиль жизни. Это тоже требует очень много сил, и мы в привыкании зависимости реакции отмены связаны с тем, что этот этап не был пройден. В лечении также, помимо психфармактерапии, обязательно психотерапия мультимодальная, сюда включены и школы ожирения, которые носят, как бы, такой характер групповой психотерапии. Современная классификация антидепрессантов, она предполагает моноаминовую, так сказать, дифференциацию симптомов депрессии, и апатия соответствует нарушениям нородренергической системы, поэтому необходимы высокопатентные антидепрессанты, которые обладают нородренергическим, так сказать, эффектом. Их не так много. Винлофоксин, долоксетин, истритиклический ханнофронил, хоть он и старый ругает, истритиклический антидепрессанты, но если нету каких-то противопоказаний со стороны хронических диабетологических осложнений, то он очень хорошо снимает апатию и тревожные, такие навязчивые, так сказать, синдромы комплексы. Поэтому междисциплинарный подход очень важен, необходимо развивать наше междисциплинарное взаимодействие между эндокринологами, психиатрами, психотерапевтами, статализирующимися в области психосоматики в модели встречного движения, которую описала Алиса Владимировна Андрющенко, выработает совместный алгоритм введения пациентов, направленных на осознанное отношение к пищевому поведению, ответственности к диабетологическому лечению, к доверительному отношению, к обращению к психиатрам, к врачам-психотерапевтам, специализирующимся в области психосоматики. И в заключение хочется сказать, что сакхин диабет второго типа у больных психогеном и ожирением рассматривается как психосоматический вариант эндокринного заболевания, и проявление расстройств приема пищи развивается намного раньше выявления психогенного ожирения и диабета второго типа, и необходимо диагностировать, лечить психофармакотерапию, расстройства приема пищи, основной психологии для восстановления стресс-устойчивости и адаптационных ресурсов, позволяющих достигнуть стойкой компенсации в ряде случаев вернуть здоровье. Подключать как можно раньше оказание психофармакотерапевтическое лечение, при возникновении РКП даже при возникновении избыточной массы тела, чтобы не дожидаться тяжелых неожирений развития сакхинного диабета второго типа. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.